Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Иисуса Новина, и сегодня мы будем читать 22 главу этой книги. Здесь рассказывается о том, как израильтяне, получившие земли в Зайордании, возвращаются домой, и о том, как спор был о жертвеннике, воздвигнутом в Зайордании. И мы читаем с первого стиха и ниже. Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колену Монасина и сказал им, «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господен, и слушались слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих в продолжении многих дней до сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа Бога вашего». Ныне Господь Бог ваш успокоил братьев ваших, как говорил им, «Итак, возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господен, Зайорданом. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господен, любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашою». Я напомню, что эти два колена, Рувимова и Гадова, и половина колена Монасина, они получили земли перед Иорданом, не перейдя его в святую землю. И они оставили там своих жен, оставили там своих детей и участвовали в войнах Иисуса Навина, помогая своим братьям из других колен тоже получать земли. И когда этот процесс завоевания земли был закончен, так как он был закончен во дне Иисуса Навина, им было предложено вернуться к своим семьям. И когда они вернулись, они обнаружили, что их дети уже выросли. И не только выросли, но стали искусными воинами, которые защищали эти земли от измалитян, которые по преданию нападали все время на них. И они поняли, что они, собственно говоря, и не должны были волноваться. Если Господь так повелел им действовать, Господь позаботился о том, что оставшиеся за Иорданом они сами смогли защищать себя. Хотя, конечно, они наверняка испытывали волнение по поводу того, как там наши семьи, как там наши дома и наши земли. Иисус Навин дает им благословение и говорит, «С великим богатством возвращайтесь вы в шатры ваши с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью, и с железом, и с великим множеством одежд. Разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими». Имеется в виду с теми, которые остались там за Иорданом. Это общий принцип. Те, которые воюют, и те, которые находятся в обозе, в тылу, получают одинаковую награду. Потому что нельзя воевать без тыла. Это совершенно очевидно. Но в то же время Иисус дает им религиозное наставление любить Господа Бога, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилипляться к Нему и служить Ему всем сердцем и всею душою. Считается, что служить Богу, например, всеми силами, здесь мы как бы не видим такой комбинации, означает посвящать на служение Богу своих детей. Потому что сила мужчины в его детях. Поэтому выражения всем сердцем, всей душою тоже нуждаются в комментариях, в объяснениях, но мы не всегда можем обнаружить эти объяснения. значит, если говорить со всеми силами, это и детей использовать на служение Богу, но мы можем предположить всем сердцем это служить искренне, с чувством, потому что сердце средоточит чувств. А всею душою, душа это слово синонимично слову жизнь. То есть имеется в виду как бы всю жизнь надо служить Богу. Потом Иисус благословил их, отпустил их, и они разошлись по шатрам своим. А вот седьмой и восьмой стих как раз говорит о богатой добыче, которую они с собой унесли. Девятый стих. «И возвратились, и пошли сыны Рувимовы, и сыны Гадовой, половина колена Монасина от сынов Израилевых из Силома». То есть столицей тогда был не Иерусалим, он оставался языческим до дней царя Давида, а Силом, потому что в Силоме был первый храм, который в земле Хананской, чтобы идти в землю Галаад, в землю своего владения, которое получили во владение по повелению Господню, данному через Моисея. То есть из Силома, из Хананской земли, землеобетованной, они идут в Галаад, в землю Галаад за Иорданом. Немножко непонятно, почему земля очень часто называется Хананской. Казалось бы, надо было называть ее святой землею, а там земля народа Божия или как-то еще. А почему вот Хананская? Возможно, это в напоминании евреям, что сами бы они не справились, если бы не Божья помощь. помощь. Потому что, когда человек рождается в каком-то обществе, растет в нем, ему кажется, что так было всегда. А обернувшись назад, изучив историю, он понимает, что не так легко складывалось его теперешнее благополучие. И мы не должны забывать, какой ценой созидалась независимость того или иного народа. Далее говорится о споре о жертвеннике, воздвигнутом в Зайордании. Придя в окрестности Иордана, что в земле Хананской, сыны Рувимовой, сыны Гадовой, половина колена Монасина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду. Что значит большой по виду? На самом деле имеется в виду, что этот жертвенник был декоративный. Никто не собирался на нем приносить жертвы, потому что скиния собрания была в Селоме, в земле Хананской, и предстать пред лицо Божие можно было только в Селоме в то время. Это был декоративный жертвенник. И услышали сыны Израилевы, что говорят, вот сыны Рувимовой, сыны Гадовой и половина колена Монасина соорудили жертвенник на земле Хананской в окрестностях Иордана напротив сынов Израилевых. Это был вызов единства еврейского народа. Как в 1054 году церковь разделилась на восточную и западную, это тоже был вызов именно христианскому единству. И конечно все пришли в ужас. Ведь святилище, которое было в Селоме, а потом с ней Давида в Иерусалиме, обеспечивало единство народа, когда три раза в год мужчины должны были собираться над дожженными с детьми на религиозные праздники. И мы читаем далее, когда услышали сие сына Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в Селом, чтобы идти против них, то есть против колена Рубимова, Гадовой, полуколена Монасина войною. потому что под вопрос было поставлено церковное единство всей Ветхозаветной Церкви. А раскол это проблема очень серьезная. Христос в Евангелии говорит, если царство разделится само в себе, оно не устоит. Впрочем, сыны Израилевы прежде послали к сынам Рубимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Монасина в землю Галатскую Финеса сына Елизара священника и с ним десять начальников по начальнику поколения от всех колен Израилевых. Каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилевых. Их послали, чтобы выяснить, какой смысл в этом огромном жертвеннике, который поставили в Галатю. И пришли они к сынам Рубимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Монасина в землю Галат и говорили им и сказали «Так говорит всеобщество Господне, что это за преступление сделали вы перед Господом Богом Израилевым, отступив ныне от Господа Бога Израилева, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа». Разве мало для вас беззакония Фигурова, от которого мы не очистились до сего дня, из-за которой поражено было общество Господне. А вы отступаете сегодня от Господа, сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается Господь на все общество Израилева. Вот здесь мы видим, что раскол накладывает печать вины на обои стороны. В данном случае правая сторона это евреи, которые жили на обетованной земле, а неправые, как бы пошедшие путем раскола, как показалось, это которые жили за Иорданом. Но доказали, коснется всех. Раскол это всегда обоюдная вина, виноваты сами зачинщики раскола и те, которые своим поведением как-то оттолкнули людей в раскол. Никто не снимает вины с пастырей. А вы отступаете сегодня от Господа. Сегодня вы встаете против Господа, а завтра прогневается Господь на все общество Израилева, то есть не только на вас, раскольников, но и на все общество. Если же земля вашего владения кажется вам нечистую, то перейдите в землю владения Господня, в которой находится скиния Господня, возьмите удел среди нас, но не выставайте против Господа и против нас не выставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа Бога нашего. Получается, что действие раскольника это вызов даже не церкви, это вызов Богу. Ведь мы исповедуем едино крещение и единую веру Святого Евангелия, значит, раскольник бросает вызов воли Бога, а воля Бога, чтобы мы были едины, как говорил Христос, как Он, Христос, един с Отцом. Им предлагается «Возьмите удел среди нас, но не выставайте против Господа и против нас не выставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа Бога нашего». Не один ли Ахав с Инзары сделал преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израилева. «Ни один он умер за свое беззаконие». То есть грех раскола касается и той стороны, которая не удержала людей от раскола. Поэтому наказание одно и то же. Раскольникам и тем, которые в общем-то не пошли путем раскола, но они не удержали своих братьев, значит на них вина не меньше. сыны Рувимовы, сыны Гадовы и половина колена, полуколена Монасина в ответ на сие говорили начальникам тысяч Израилевых. Бог богов, Господь, Бог богов, Господь, Он знает и Израиль да знает. Если мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь все день. Если мы срудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа Бога нашего и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет сам Господь. То есть жертвенник делался не для того, чтобы приносить жертвы, поэтому и сказано он был большой, то есть несоразмерно большой. Это был декоративный жертвенник. 24 стих. Но мы сделали сие по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам, что вам да Господа Бога Израилева. Господь поставил предел между нами и вами, это Иордан, сыны Рувимова и сыны Гадавы Иордан, нет вам части в Господе. Таким образом, ваши сыны не допустили бы наших сынов чтить Господа. Поэтому мы сказали, соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв, но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими и благодарениями нашими. И чтобы в последующее время не сказали ваши сыны сынам нашим, нет вам части в Господе. Мы говорили, если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем, видите подобие жертвенника Господа, который сделали отцы наши, не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами и между сынами нашими. Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который пред скиний его. И мы обнаруживаем, что в общем-то никакого раскола не было. Никакого раскола не было в этой ситуации. И очень важно, что израильтяне не погорячились. Они же могли сразу собрать армию и пойти войной на своих братьях. Но они приняли мудрое решение сначала разобраться. Поэтому они послали переговорщиков, которые в общем-то успешно выполнили свою миссию. Финес священник, все начальники общества и головы тысяч израилевых, которые были с ним. Финес это тот самый Финес, который остановил мор, эпидемию, которая была на Божий народ за блуд одного из израильтян, когда он копьем пригвоздил их обоих к земле. Итак, Финес священник, все начальники общества и головы главы тысяч израилевых, которые были с ним, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы, сыны Гадовы и сыны Монасины, одобрили их. То есть оказывается они заслуживали одобрения, а не нападения на них. И сказал Финес сын Иллиазара, священник, сынам Рувимовым и сынам Гадовым и сынам Монасиным, сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что значит Господь среди нас, то есть посреди нас, потому что мы едины, что вы не сделали пред Господом преступление сего, теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней, то есть и мы не пострадаем. И возвратился Финес сын Иллиазара, священник и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых и от половины Калина Монасина в землю Хананскую к сынам Израилевым и принесли им ответ, И сыны Израилевы одобрили это и благословили сыны Израилевы Бога, они благословили Бога за то, что гражданская война предполагаемая не состоялась, потому что нет хуже преступления, когда люди одной крови, одной веры уничтожают друг друга. Это проклятие на две стороны одинаково. И сыны Израилевы одобрили это и благословили сынов Израилевы Бога и отложили идти против них войною, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы, сыны Гадовы и половина колена Монасина. И назвали сыны Рувимовы, сыны Гадовы и половина колена Монасина жертвенник Эд. Это означает свидетель. Потому что сказали они он свидетель между нами, то есть нами по эту сторону Иордана и ими по ту сторону Иордана. Но это один народ, поэтому сказано между нами, что Господь есть Бог наш. То есть и тех, которые живут на святой земле, и те, которые в ближайшем зарубежье, как бы сейчас сказали. Итак, сегодня мы с вами окончили изучение 22 главы книги Иисуса сына Навина. И следующий раз, если мы будем жив, Господь позволит изучать 23 главу, где содержится прощальная речь Иисуса Навина. Берегите себя. Иисуса 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 Иисуса